здравствуйте друзья приветствую вас на моем канале окси рукодельница и сегодня мы с вами будем делать вот такой браслетик из бисера с сердечками на импровизированном станке браслетик будем делать по схеме схема взята на просторах интернета а станок мы точно так же будем делать с вами своими руками не у всех есть станок готовый уже но кто-то может быть хочет сделать такой браслетик и каждый из нас может сделать станок из подручных средств и так приступаем к работе и так для работы нам понадобится ножницы бисерная тонкая игла чешский бисер трех цветов я буду использовать белый черный и красный весь бисер десятого размера именно чешский потому что он ровный и браслетик будет красивый также нить для основы которую мы будем натягивать я использую yarn art canaris это такая довольно вот посмотрите она не сильно тонкая и не толстая нить натуральный хлопок стопроцентный ее мы будем натягивать на станок также бисерную нить которую будем вдевать в иглу это нейлоновая нить она плотная ее не так легко порвать этой нитью мы будем плести а также мы будем делать импровизированный станочек такой который может сделать каждый для этого нам надо взять любую книгу блокнот с толстым переплетом либо я буду использовать вот такую пластинку она довольно плотная но гнущаяся ее можно купить в магазинах для рукоделия такие пластинки продают для лепки для детей для лепки пластилином или полимерной глиной а также любую катушку любую катушку ниток либо какой-то деревянный валик он должен быть не сильно толстый не сильно длинный ну вот приблизительно такого размера берем наш основу станочка это либо книга либо блокнот вот у меня такая пластинка нить которая потолще так чтобы она не могла порваться и не совсем тонкая мы будем плести косички в конце для того чтобы их завязывать берем эту нить обводим вокруг нашего нашей основы станочка и завязываем завязываем так чтобы она не развязалась узелок должен попасть ну приблизительно по центру нашего станочка вот такого импровизированного не обязательно должно быть плотно плести мы будем по такой схемке здесь 9 бисерин для одного ряда соответственно нам надо 10 нитей натянуть вот одна у нас уже есть теперь мы вот таким образом обкручиваем еще девять раз сделали мы 10 оборотов то есть у нас 10 нитей с той же стороны где был узелок это будет у нас задняя часть с таким небольшим запасом где-то на 10 сантиметров отрезаем нить и можем за этот же узелочек ее опять привязать немножко натянув так не сильно чтобы наши края этой нити не болтались переворачиваем у нас получилось вот такая 10 нитей натянутых на основу теперь берем катушку и поддеваем все наши нити обратите внимание что все должны быть поддеты и протягиваем под ними катушку вот так натягиваем вот что у нас получается разравниваем каждый ряд таким образом наш станочек готов такой станочек может сделать каждый для этого не надо покупать специальные станки для бисероплетения а сделать вот такой импровизированный станочек чтобы сплести себе любой браслетик теперь начинаем плетение набираем одну белую бисеринку подтягиваем ее конец оставляем где-то 20 сантиметров нити в конце видео мы будем заканчивать досмотрите до конца чтобы вместе мы могли закончить браслетик ее эту бисеринку мы закрепляем где-то один или два раза протягивая через нее иглой чтобы она у нас конец не протягивалась дальше набираем две белых две белых черная красная черная три белых набрали мы 9 бисеринок теперь их подтягиваем под низ нашей основы и выкладываем каждую бисеринку между всеми нитями основы очень аккуратно смотрите чтобы ничего не пропустить каждая нить основы должна быть между бисеринками это первый и второй ряд будет немного сложно сделать затем будет намного легче поместили мы наши бисеринки под нити основы а теперь смотрите внимательно иголочкой прижимая вот таким образом пальцем каждую бисеринку иголочкой проходим через все бисеринки но уже над нитями основы вот так вот что у нас получилось все бисеринки уже сами лежат подтягиваем кверху ровненько вот так и плетем наш второй ряд для этого набираем две белых черная 3 красных 2 3 черная и 2 белых подтягиваем к концу точно также иглу под низ и снова каждую бисеринку выкладываем между ниточками то есть все бисеринки должны ложиться параллельно предыдущему ряду вот так прижимаем пальчиком снизу вверх и иголочкой проходим каждую бисеринку таким образом чтобы у нас нити были под иголочкой не пропускайте очень внимательно иначе будет некрасиво второй ряд наш каток дальше набираем одну белую одну черную белая черная 5 красных 4 5 черная белая снова проходим под низ выкладываем все бисеринки между ниточками основы и и проходим иголочкой в обратную сторону над нитями основы дальше набираем черная 3 красных черные 3 красных 1 2 3 черная 3 красных 1 2 2 3 черные основу проходим иголочкой снизу каждую бисеринку помещаем между нитями основы будьте внимательны ничего не пропустите и и проходим иголочкой над нитями основу каждую бисеринку дальше набираем снова черная 3 красных черная 1 2 3 красных черная 3 красных 3 черная таким же образом делаем следующий ряд бисеринки друг к другу сильно плотно не прижимайте потому что когда мы снимем нашу основу они немножко сдвинутся чтобы браслет был ровный и красивый каждое расстояние между бисеринками желательно чтобы было одинаково следующий ряд белая 3 черных белая 1 2 3 черный белая 3 черных белая и снова таким же образом пропускаем все бисеринки между нитями основы снизу вверх и проходим иголочкой каждую бисеринку над нитями основы дальше набираем 4 белых 1 2 3 4 белых черная и 4 белых это у нас уже будет начало следующего сердечка еще одно сердечко мы сделаем с вами вместе а дальше вы будете делать сами так набрали протянули обратите внимание что у нас это сердечко не закончено заканчивать мы его будем вместе уже ближе к концу видео а сейчас продолжаем набираем снова 4 белых черную и 4 белых 1 2 3 4 белых черная 4 белых и протягиваем между каждой нитью основы проходим иголочкой в обратную сторону подтянули сильно не затягивайте но и сильно свободную нить тоже не оставляйте дальше набираем 3 белых черная 1 2 3 белых черная красная черная снова 3 белых и точно таким же образом проходим в обратную сторону следите чтобы у вас не пропускалась ни одна ниточка дальше набираем 3 белых черная 1 2 3 белых черная красная черная 3 белых и снова проходим через все наши бисеринка через все наши бисеринки в обратную сторону дальше набираем 2 белых черная и белых черная 3 красных черная 2 белых и снова и снова проходим под нитями основы у меня очень длинная ниточка рассчитана сразу на весь браслетик поэтому может немножко путаться это не страшно и снова проходим в обратную сторону вот что у нас получается дальше набираем белая черная черная 5 красных черная белые подтягиваем бисеринки к концу или к началу и снова проходим через все наши бисеринки в обратную сторону дальше набираем черная 3 красных черная 3 красных и черная снова проходим под нашими нитями основы натягиваем и в обратную сторону через каждую бисеринку проходим наши иголочкой вот что у нас получается снова набираем черная 3 красных черная 3 красных черная все и все и и и и и и и Дальше набираем белое, три черных, белое, три черных и белое. Снова проходим в обратную сторону через каждую бисеринку. И последний наш ряд набираем 4 белых. Три, четыре, белое, черное, четыре белых. И проходим в обратную сторону, как мы уже делали много раз. Смотрите, что у нас получилось. Дальше вы будете делать сами. То есть с вот этой части это у нас один рапорт. В таких частей вы можете сделать сколько угодно приблизительно по размеру вашего запястья. Измеряете размер вашего запястья, окружность и меряете приблизительно длину вашего браслетика. Дальше вы делаете еще несколько таких сердечек сами. Вы можете пересмотреть видео с этой части. Первый ряд нашего нового сердечка мы уже сделали. И начинаем со второго ряда. И таких частей может быть 5-6 в зависимости от толщины вашего запястья. А дальше заканчивать мы уже с вами будем вместе. Мы сделаем последнее сердечко вместе. И первое сердечко мы тоже будем делать вместе, потому что оно у нас будет уголочком идти и дальше заплетаться косичкой. Итак, продолжайте дальше сами. Сплела я 7 таких сердечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь мы будем с вами заканчивать наш браслетик. Набираем 7 белых бисеринок. Обратите внимание, не 9, а 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А теперь будьте внимательны. Точно так же протягиваем нить под наш браслетик. И пропуская первую и последнюю нити, прижимаем наши бисеринки к основе. И точно так же протягиваем, но уже мы берем 2 пустых нити с двух краев. Если кому непонятно, смотрите, как я делаю. Или задавайте вопросы в комментариях, я буду отвечать. Вот, каждую бисеринку, немножко неудобно. Вот у меня неправильно сейчас стало, ее нужно переместить. Вот, смотрите, я не буду это вырезать, чтобы было полностью все понятно. Вот, эту мы часть пропускаем и последнюю тоже. То есть, крайние бисеринки должны стать между второй и седьмой нитью. Вот, и проходим иголочкой. Проходите иголочкой очень внимательно, чтобы каждая нить основы была под иголочкой. Под низом. Вот так. Вот, подтягиваем. Таким образом у нас будет образовываться уголок. Теперь набираем 5 белых бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. Точно таким образом проходим вниз. И снова пропускаем уже 2. 1, 2, вот у нас третья. Между третьей проходим. И с другой стороны также 3 нити. Должно быть 1, 2, 3. Вот так. И точно так же проходим иголочкой. То есть, но иголочку мы выводим через все нити под низ. То есть, все нити у нас будут прижиматься нитью плетения. И точно так же проходим иголочкой в обратную сторону. Вот так. Теперь набираем 3 белых бисеринки. 3. И снова проходим под нашим браслетиком. И в этот раз у нас уже остается с краю по 4 нити. Точно так же проходим. Вот, обратите внимание, у нас уже образовывается уголочек. И последний раз мы набираем 1 белую бисеринку. Проходим под низ. Помещаем бисеринку по центру. И таким же образом проходим через эту бисеринку. Затягиваем. Вот наш уголочек. Теперь закрепляем нить. Закрепляем нить. Мы можем снова пройти снизу, через эту же бисеринку. Чтобы она у нас не расходилась. Так, несколько раз. Таким образом выбежала наша катушечка. Вернем обратно. Дальше нам надо нить закрепить таким образом, чтобы браслетик не расплелся. Я на нити завязываю несколько узелочков. Каждый делает по-своему. Кто-то завязывает узелки, кто-то не завязывает. Кто-то много раз проходит по каждому ряду. Но я для гарантии завязываю. Их не видно, эти узелки. Но они не дают возвращаться нити обратно. И прохожу по очереди через каждый ряд. В обратную сторону. Так, один раз. Потом через следующий ряд прохожу. В другую сторону. Снова можно завязать узелок. И так мы можем пройти через 3-4-5 рядов для гарантии. Затем нашу ниточку обрезаем. И будем доплетать браслетик с другой стороны. Вот я прохожу последний ряд для гарантии. Вот таким образом. И обрезаем нашу ниточку. Теперь разворачиваем наш браслетик с этой стороны. Двигаем катушечку, чтобы она нам не мешала. И точно таким же образом нам надо закончить браслетик в обратную сторону. Но, смотрите, у нас начало браслетика. Мы браслетик начинали не с самого начала. Значит, заканчивать мы будем таким образом, чтобы каждое сердечко и это сердечко у нас было полным. Одели иголочку в нашу ниточку, которую мы оставили длинной с обратной стороны. И для того, чтобы нам было удобнее плести браслетик, проходим через все бисеринки в сторону, в обратную сторону. Теперь набираем две белых бисеринки, две белых, черная, красная, черная и снова две белых. Всего у нас должно быть семь бисеринок. Подводим их точно так же, как мы плели браслетик под низ. И снова так же, как мы закрывали первую сторону, мы делаем и вторую сторону. Пропускаем одну нить, протягиваем каждую бисеринку между нитями основы и последнюю нить так же оставляем свободной. И проходим иголочкой в обратную сторону. Протягиваем, набираем. Две белых, черная, две белых. Две белых, черная, две белых. Точно так же под низ. Теперь мы пропускаем две. У нас должно быть три нити. Затем мы проходим только, вставляем уже нашу бисеринку между нитями. И также в конце. Три нити должно остаться свободными. И проходим иголочкой через все бисеринки. И подтягиваем. То есть боковые нити у нас должны прижаться к нашим бисеринкам, потому что мы проходим ниточку, выводим через все нити. И мы их не пропускаем. Теперь мы набираем три белых бисеринки. Раз, два, три. И таким же образом под низ, по центру. Проходим в обратную сторону. Теперь мы набираем одну белую бисеринку. И выводим ее на центр. Проходим иголочкой в обратную сторону. Подтягиваем. И точно таким же образом закрепляем нашу ниточку. Закрепляем. А дальше мы будем уже заканчивать полностью наш браслетик. Закрепили мы ниточку. И вот наш браслетик почти готов. Убираем катушечку. Разворачиваем на обратную сторону. И по центру обрезаем все наши нити. Вот что у нас вышло. Вот такой браслетик. Теперь вот эти ниточки. Для того, чтобы мы могли завязывать удобно наш браслетик. Мы их просто заплетем в косичку. Я думаю, что косичку делать умеет каждый. Это точно так же делается, как заплетаются волосы у девочек. Разделяем на три равномерные части. И плетем вот таким образом косичку. Вот наш браслетик полностью готов. Подписывайтесь на канал Окси Рукодельница. Ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. Меня это очень мотивирует создавать новые видео. В следующем видео мы будем также делать браслетик с сердечками. Но уже не на станке. Это будет ручное ткачество. Я желаю вам всего хорошего, удачи и до новых встреч!